Привет, господа! Вы находитесь на канале i-House Thermo Plus, и с вами Олег Кузьмичев. Перед нами очередной объект, монолитный дом i-House Thermo Plus, который будет утепляться, или уже у нас утепляется, по системе утепления фасадов i-House Thermo Plus. В систему утепления фасадов входит эта приклейка плит теплоизоляции под гребенку с перекрестным нанесением для предотвращения конвекции между теплоизоляцией и конструкцией здания, что повышает энергоэффективность от 60 до 80% этого здания. Все подробно у нас есть, ссылка в описании под видео будет, в закрепленном комментарии, про утепление современного дома, что вы много не знаете. Здесь мы применяем не наши традиционные перплиты, а экструзированный пенополистирол в два слоя 100 мм. На самом деле, я вам могу сказать, что это получается намного дороже, потому что мы покупаем, у нас на первом слое обрезки примерно где-то 5%, на втором слое обрезки 5%, 5%, даже больше 6 или 7%, потому что у нас, если мы первый слой сделали, то мы, если мы смотрим по вертикали, мы швы можем сместить, то второй слой, когда мы делаем, нам также надо сместить швы, чтобы они не совпадали с друг другом. Из-за этого расходов на второй слой, а вернее отходов, их немножко больше. Также клей, грибы, первый слой шприцевания, второй слой шприцевания, и это накладывает уже по себестоимости, именно по материалам, ну, где-то приближается к пирплитам 120 мм с обкладкой стеклохолст. Сразу говорю, это не пробход, это не техниколь, а саратовские. Ну, также, соответственно, работа. Работа один слой, второй слой, и это уже вылазит как бы в такую космическую сумму для многих. Наш заказчик об этом знал, но единственное, он заранее не побеспокоился о заказе пирплит с производства. Его предупреждали за два месяца, что их надо заказывать, потому что свободной продажи их ни в Москве, ни в Петербурге, и даже где производят в Саратове, нету. Такой материал малоизведанный, мало о нем кто знает, и из-за этого он еще как бы не очень востребованный. Ну, а когда подошло время заказывать теплоизоляцию, заказчик обратился по тем телефонам, которым мы дали, через которых мы работаем, там оказалось, что теплоизоляция придет аж в конце октября. Раньше он ее просто не сможет получить. И из-за этого мы делаем утепление экструзированным пенополистиролом. Реально, этот материал хуже, я не скажу, что он плохой, но он хуже. Тонкостей очень много. Этим материалом надо понимать, как работать. Также надо, опять же, всю поверхность вот эту фрезеровать. Вот все это зафрезерованное для лучшей адгезии с базовым слой с сеткой. Если вы не зафрезеруете, это дополнительное время очень большое, то получается, что у вас вся эта штукатурка отлетит. Большой недостаток именно утепления в два слоя, это теплотехническая неоднородность первого слоя и второго. У любых плит теплоизоляции имеются свои расширения. У нас плита теплоизоляции, которая первым слоем наклеена, она будет всегда в теплой зоне, в плюсовой температуре, а та, которая у нас наклеена сверху, она будет всегда в минусовой температуре. Я в графиках это покажу далее. Разумеется, самый энергоэффективный способ – это приклеивание плит теплоизоляции, первый слой под гребенку с перехлестным нанесением. Как это выглядит реально? Смотрим. На стену наносим вертикально под гребеночку клей для теплоизоляции, на плиты теплоизоляции наносим горизонтально. У нас нет между плитами и конструкцией здания никакой конвекции, но у нас однородная конструкция, что повышает энергоэффективность этого утепления на 60-70%. Но если мы берем второй слой, то, опять же, надо применять по большому счету эту технологию – перекрестное нанесение клея. Под гребенку у нас везде, 100% у нас клей теплоизоляции связан между двумя плитами теплоизоляции, между наружной и внутренней, но здесь все не так просто. И этому мы сейчас подойдем дальше. И поэтому мы применяем здесь клей для теплоизоляции именно на основе клея пены. Там, разумеется, будут у нас какие-то зазоры. Сопротивление теплопередачи этого слоя между двух слоев, оно будет немного ниже. Мы постараемся сделать по максимуму, но однородность уже нарушена. Если это неоднородная конструкция теплоизоляции, то у нас понижается трещиноустойчивость фасада здания. И это надо понимать. Когда мы плитку приклеиваем в санузлах под гребенку, то она никогда не отлетит. Если мы плитку приклеим на стены, на липухи или еще на какие-то такие окантовки, то рано или поздно из-за расширения эта плитка начинает отваливаться. Ну а теперь, господа, вашему вниманию я предоставлю несколько графиков. Итак, друзья, здесь теплотехнический расчет сделан. Он был сделан еще месяца полтора назад, собран в один файл PDF, чтобы наглядно подойти к этому объекту. Мы делаем их для себя, но вот я решил его выложить вам в YouTube. То есть это наша стандартная конструкция с пир-плитой, то есть гипсовая штукатурка. Потом идет у нас по цифрой 2 у нас идет бетонная стена 150 мм. Дальше 3 – это у нас выравнивающая штукатурка, чтобы нам теплоизоляцию приклеить. 4 – это клей для теплоизоляции, на который мы клеим нашу теплоизоляцию под гребенку. Сама теплоизоляция здесь пир 120 мм. Дальше 6 – у нас идет базовый слой с сеткой. 7 – это выравнивающий финичный слой, он может быть любой. Это у нас расчетная при скорости ветра 2 м в секунду. Все калькуляторы, которые есть, которые рассчитывают тепловую защиту и сопротивление теплопередачи здания, они рассчитывают при скорости ветра 2 м в секунду. Из-за этого надо это учитывать и всегда расчеты делать при температуре минус 23. Вот видите, у нас температура в углу правом нижнем, наружнее – минус 23. Выставляем внутри – плюс 23. Идеальная стена на самом деле у нас, смотрим, температура где-то 18 градусов, она находится в самой теплоизоляции, вот где-то здесь. Можете вот провести линию, сами посмотреть, стоп-кадр сделать. Лучше смотреть это, конечно, на ПК. То есть, это самая идеальная стена. Если мы берем, смотрим на границы с утеплителем опять, то у нас температура 20,5 градусов. Если брать среднюю температуру по центру, то у нас температурный градиент будет в районе 21 градуса, чуть даже выше. Для справки. В одном кубическом метре монолитного железобетона, плотностью 2700 провибрированном, накапливается тепловая энергия при температуре 21 градус, примерно 15 кВт тепловой энергии. Запишите себе, и в дальнейшем мы будем дальше идти вот эти графики рассматривать. Вы будете знать, какие у нас идут теплопотери и какой расход энергии. Еще надо учитывать, если у нас эта стена имеет температуру свыше 21 градуса или в районе 21 градуса, то человек, когда находится в помещении, при таких температурах, получает тепловое излучение, комфортное тепловое излучение. Это тоже надо обязательно знать. И также у нас, если вся конструкция и также перегородки сделаны из монолитного железобетона, при долгосрочном отключении аварии какой-то там на газопроводе или в электросетях, нам не потребуется генератор, потому что у нас по конструкции происходит перераспределение тепла. Об этом есть ролик на нашем канале, ссылка в описании под видео или в закрепленном комментарии. Итак, у нас расчетная. Всегда делается при скорости ветра 2 метра в секунду, потому что у нас все калькуляторы, еще раз повторяю, они считают именно так. Мы выставляем температуру минус 23, потому что если у нас будет на улице минус 10 градусов и будет у нас скорость ветра 5-10 метров в секунду, это те же будут самые минус 23. И смотрим наши теплопотери. Ну, как обычно, все смотрят. Через нашу конструкцию стены уходит 24,5 кило в час за отопительный сезон через 1 квадратный метр. Смотрим. Теперь фактическое. Фактически у нас оно понизилось, потому что у нас есть грибы для теплоизоляции. Мы считаем только сейчас нашу конструкцию стены. Ни оконные проемы, ни вентиляцию, ничего. Наши грибы теплоизоляции, различные включения. И при системе утепления i-Hauss Thermo Plus мы делаем замок в шип-паз. Все это склеиваем, прошприцовываем. У нас, конечно, здесь температура немножко понизилась на 0,1 градус на границе с утеплителем. Вот. Точка росы у нас, опять же, 18 градусов в самой теплоизоляции. У нас прибавилось здесь на 1 киловатт всего лишь. Но это все неправильно, опять же. Если мы будем правильно все это просчитывать, то нам сопротивление теплопередачи вот эту конструкцию из монолитного железобетона со всеми штукатурками воспринимать не надо. Так как мы на нее одеваем одежду, и мы ее защищаем от теплопотей. Воздух внутри помещения. Это газ. Он в себе содержит 0 киловатт тепловой энергии. И вот теперь, так как я вам вначале говорил, сколько у нас киловатт сейчас содержится в одном кубе материала. Вы можете это посчитать, сколько в одном квадратном метре стены. И мы перейдем к следующему графику. Это наша теплоизоляция, то есть это наша шуба. То есть у нас сопротивление уже меньше. И это у нас фактическое. И смотрим, сколько через нашу ограждающую конструкцию дальше уходит киловатт-час за отопительный сезон. 26,42. Вот это правильное значение. Через 1 квадратный метр. Так как мы защищаем конструкцию здания, а не воздух внутри помещения. Ну а теперь переходим к эксклюзированному пенополистиролу. Все то же самое. Единственное одно но. Здесь у нас мы сделали воздушную прослойку 1 мм. Тоже есть расчеты. 1, где-то 2 мм. Нет плотного прилегания. Как ты не старайся. Единственное, сейчас мы будем все это шприцевать. Многие сейчас хайтеры задают вопрос, почему мы сразу не проклеивали. Так у нас здесь выпуски теплоизоляции были немножко больше. Мы их проклеивали, насколько могли. Дальше мы их подрезаем, чтобы сделать там четверти. Вот мы уже прошприцевали. А вот так выглядят у нас уже готовые четверти. О чем я хочу сказать. Видите, у нас все равно зазоры есть. Вот как вы их не делаете плотненько, как не прижимаете. Вот у нас грибов тут аж 5 штук винтовых на одну плиту. Но все равно зазоры есть. Единственное, мы их вот шприцуем. Но в самой плите они все равно есть между двумя листами теплоизоляции. Наносим клей вот так. Если нанести клей с флочником, как под гребенку мы наносим, то перерасход будет очень бешеный. Разумеется, конечно, мы будем второй слой опять же шприцевать. Он 100% заполнен пиной, но вот это примерно так выглядит. И вот наш зазор. Между крышей все это встает. Какие теплопотери через ней есть. Ну, она у нас на самом деле получилась где-то и один миллиметр, где-то два, где-то, может, даже и три. Сопротивление теплопередачи у нас 6,22. Но где собака зарыта, почему здесь нельзя все это делать на клей для теплоизоляции под гребенку? Ну, он дешевле получается. Мешок клея и баллон пены – это большая разница в цене на один квадратный метр. Почему нельзя делать? Смотрим. Вот на границе, вот где у нас воздушная прослойка, вот я выделяю ее, у нас получается минусовая температура. Здесь зона конденсации. Если мы сделаем именно на наш клей для теплоизоляции под гребенку, то он может замерзнуть и может у нас разорвать просто стену. Из-за этого мы здесь делаем на клей пену для теплоизоляции. Вторая проблема – это температурные расширения. У нас, если берем, смотрим внутреннюю теплоизоляцию, она у нас находится практически вся в плюсовой зоне, то у нас наружняя, она всегда полностью в минусовой зоне. Расширение у этих двух плит разное, и от этого может затрещать фасад. Смотрим. Также наша расчетная. Сколько у нас получается. То есть вот цифра, вот многие смотрят на эту цифру, она прямо очень хорошая. Ну, смотрим дальше. Фактически при скорости ветра 2 метра в секунду, без учета конвекции воздушной прослойки между двух слоев теплоизоляции. Это грибы. У нас грибов здесь первый слой, второй слой, и все это проходит через нашу теплоизоляцию. И самое главное, когда у нас проходит гриб насквозь и попадает в воздушную прослойку, он еще ее дополнительно охлаждает. У нас калькулятор этот не учитывает. Вот по цифре 6 у нас воздушная прослойка. И смотрим. У нас уже температура еще ниже. Воздушную прослойку замкнутую мы также еще не рассчитали. На границе с утеплителем наша стена чувствует себя вроде бы нормальной. 20,7. Опять же смотрим дальше на нашу теплопотерю. Все у нас тут красиво, хорошо. Ну а теперь фактической при скорости 2 метра в секунду с учетом конвекции воздуха между двумя слоями. Я сделал 1 миллиметр. Если сделать 2 миллиметра, то будет выше, чем воздушная прослойка вот эта, которая у нас между двумя слоями. Тем выше конвекция воздуха, тем больше теплопотерь. Смотрите, у нас она уже падает. 5,07. На границе с утеплителем у нас температура 20,05. В принципе, хороший показатель. У нас точки росы здесь нет. У нас она вот здесь именно самый опасный вот этот участок. Мы все делаем для того, чтобы как можно замкнуть ее. И чтобы ее не разорвало. И у нас уже получается в этой зоне температура на границе двух утеплителей минус 3,5 градуса. Дальше мы смотрим, что у нас получается. А получается у нас вроде бы тоже хорошая циферка. Не отличается спир-плитой. Единственное, именно вот этот узел. Ну и смотрим, что у нас здесь получается. Какая у нас защита именно идет нашей бетонной конструкции. То есть наша шуба. Смотрим, какие у нас теплопотери. В принципе, они не отличаются от пира. Фактически все одинаково. Плюс-минус небольшой. Но единственный вот именно недостаток. Это дороже. Потому что раз слой мы сделали, второй слой сделали. Грибы на первый слой примерно по 25 рублей за штуку. На второй слой от 30 до 50 рублей. Здесь клей, дальше тут клей. Надо другому показать. То есть здесь у нас раз клей, потом второй раз мы клей используем. Грибы первый слой, второй слой. Но такая вот конструкция, она полезна, скорее всего, будет тем, кто живет там в Сибири, на Дальнем Востоке. Единственное, возможно, вам ее придется еще и увеличивать. Потому что больше тут никак не получится. Потому что у вас и холода, и ветра сильнее могут быть, чтобы добиться тех значений, которые у нас есть. Или заказывать пир-плиту, считать логистику, что получится дешевле. Потому что, например, для Омска, скорее всего, надо пир-плиту заказывать уже не 120 мм, а где-нибудь 140. Вот дюбель для теплоизоляции, именно под два слоя, наструизированного пенопластирола. Вот он стоит столько. Это получается примерно 30 рублей стоит за один дюбель. Эти все короче. Дешевле, но не короче, не пойдут. Господа, давно я не делал таких роликов именно с графиками. Раньше это было постоянно. Но так как мало пишут комментарии, мало делятся. Обсуждают мало. Именно под видео. Мне стало это неинтересно. Ну вот я сделал опять эксперимент. Посмотрим, что будет. По крайней мере, сибирикам это полезно будет. Кто у нас хотел делать утепление экструзированным пенопластиролом, он призадумается. Обязательно пишите. Все-таки выбор, какой у вас теплоизоляции. Ну и опять же, кто там живет в Екатеринбурге? Что доставка пир плиты до Москвы, что доставка до Екатеринбурга, она фактически по расстоянию с Саратова одинаково. Логистика стоит одинаково. Даже, наверное, до Екатеринбурга будет ближе. Напишите в комментарии, какое там расстояние. Итак, всем пока, до новых встреч. С вами был Олег Кузьмичев. И самое главное, что я вам сейчас покажу. Не забывайте делать систему теплый короб. Не забываем делать примыкание нашей теплоизоляции внимательно. Вот, смотрите. Видите, у нас теплоизоляция сверху выходит. И стеновая из теплоизоляции к ней примыкает. Также не забывайте утеплять фундаменты, выпуски из-под фундаментов. Все есть на нашем канале. А также есть плейлист про фундаменты. И также есть плейлист про утепление фасадов здания. Так что, все ссылки в описании. Переходите, подписывайтесь.